Елена Михайловна в свои 91 к микрофонам и камерам привыкла гораздо больше, чем к тому, чтобы решать кроссворды и вязать носки. В последнее время журналистов видит чаще, чем своих внуков, ведь несмотря на солидный возраст, она тревел-блогер. Путешествовать пожилая женщина начала, когда ей было 84, но внимание прессы она привлекла два года назад, после поездки во Вьетнам. Там Елену Юрхову заметила жительница Красноярска, в этом городе живет и сама бабуля. Женщина удивила, что бабушка путешествует одна, и она даже сделала по этому поводу пост в Фейсбуке. На него сразу отреагировали журналисты. Она возьми, вот на телевизор Красноярска сообщила, что такая бабуля ездит сколько лет и ездит одна. И вот меня первый раз пригласили на модные приговоры. Сопровождая бабушку в одной из ее поездок, корреспонденты создали ей аккаунт в Инстаграме. Теперь им занимаются ее внуки. Путешествуя по разным странам, Елена Юрхова на самом деле всегда мечтала побывать именно на Алтае. И вот сейчас бабушка-блогер отдыхает в Белокурихе. Ее, как новую медийную личность, пригласили на курорт сотрудники санатория и подготовили для нее насыщенную программу. Она является примером жизнелюбия, радости, позитива и не только для наших сотрудников, но и наших гостей. В течение двух недель Елена Михайловна будет принимать у нас лечебные процедуры. Врачи санатория назначили ей уже лечение индивидуальное. Что ни день, то новое событие. Каждый яркий момент в санатории тут же появляется в лентах ее подписчиков, а их у бабы Лены 104 тысячи. Несмотря на популярность, реклама в блоге не размещается, как говорят сами внуки. Хотя для сотрудников курорта внимание со стороны ярких людей немаловажный факт. Встречать особых гостей каких-то у нас в санатории все привыкли. Потому что на территории нашей России не так много курортов высокого уровня, куда люди могли бы приехать. Мы приглашали Аллу Борисовну. Она пока тоже не приехала, но ожидаем. Теперь Елена Ерхова – почетная гость санатория. Сама она даже не подозревает, что ее ставят в один ряд с популярными певцами, политиками и журналистами. Кстати, на аккаунте бабули ее внуки, как признались нам в телефонном разговоре, не зарабатывают. Лишь принимают приглашение путешествий по миру. Очередное совсем скоро. От нас баба Лена отправится в Бразилию. Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости.